Снова здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. Сегодня 28 февраля 2019 года. Вот так выглядят сегодня наши грядочки с луком. Завтра наконец-таки выходят наши пропащие души. Начинают убирать. Уже лампочка греет, лучок. Вырос, не знаю, сантиметров, мне кажется, уже 50, наверное, некоторые перья. Вот. Сегодня опять я не занимался вообще грядками, сегодня ездил в командировку. Но завтра очень надеюсь, что я все-таки займусь плотной этой грядочкой. Завтра выходят люди убирать, начинают все-таки лук. Но все наше внимание приковано к вот этой грядочке. Вот такая красота здесь растет. Это щавель. Вот так он выглядит. Вот так выглядит грядочка. Очень хороший рост дает. Очень плотно мы посеяли щавель. Напомню, что мы его посеяли не совсем правильно. Мы его посеяли насыпью не в грядке, а хаотичным разбрасыванием, если это можно так назвать. Это видно очень хорошо на экранах вашего монитора, уважаемые подписчики. Но, насколько мне известно, он будет разрастаться. И вот эти пробельчики, вот такие вот, как здесь, они очень скоро засеятся сами. То есть щавель будет разрастаться и на свободные незасеянные площади он сам пересадится. Вот там вот вдалеке начинал я сажать. Там погуще. Здесь семена уже у меня оставались. Здесь поменьше. В общем, щавель дает хороший рост. На сегодняшний день стебли щавля достигают трех, а то и четырех сантиметров. Ну вот, судя по тому, что я вижу. Вот, листики уже отчетливо вырисовываются. Все у нас растет. На сегодняшний день новостей у нас особых нету. Продолжают давать заявки наши розничные магазины. Я с нетерпением жду, когда все-таки дойдет до необходимых размеров наши свежие вновь посаженные культурки. Когда мы подготовим наконец-таки уже коммерческое предложение полноцветное, полноценное. И будем его распространять по кафе, ресторанам, барам. Будем двигать действующих, скажем так, снабженцев этого направления. Вот. Ну, шпинат, как вы видите, не дает пока никакого роста. Мне очень хочется, мне очень прям интересно где-то откопать одно зернышко. Посмотреть, как оно вообще выглядит. Вот. Ну, наверное, переборю я свое любопытство. Оставлю эту затею. Подожду еще несколько дней. До понедельника хотя бы. Вот. Температура в теплице у нас по-прежнему работает. У нас один кондиционер, так как я максимально пытаюсь понизить температуру. Ну, особо я не то, что прям ее целенаправленно понижаю. Включаю просто один кондиционер. Вот у нас один слабенький кондюк нагоняет 15 градусов. На улице, уважаемые подписчики, плюс 5. То есть один кондиционер нам дает плюс 10 градусов. Плюс 15, конечно, многовато, но сейчас поставить его на какой-то режим экономичный. Будет туда-сюда включаться, включаться. Не совсем это удобно и интересно. Если бы был инвертор, можно было бы, конечно, поставить какую-то температуру, чтобы он менее мощно дул. Ну, пока нет у меня этого желания. Пусть будет плюс 15. Ночью похолодает, будет плюс 11, плюс 12. Опять же, напомню, что это верхняя грядка. На верхней грядке всегда самая теплая температура воздуха, так как тепло идет вверх. На нижних и средних грядках температура на 2 и на 4 градуса, соответственно, ниже. То есть на нижней грядке там вообще, наверное, плюс 9. Видите, нижняя грядка у нас выглядит вот так. Здесь тоже лучок очень хорошо растет, идет. Вот. Значит, что я вам еще хотел рассказать. Да, ну до конкурса у нас остается совсем буквально, я думаю, в течение недели максимум проведем конкурс. Мне, конечно, интересно его провести, хотя не такой он, конечно, и значимый. По сумме розыгрыша полторы тысячи рублей на три приза по 500 рублей. Ну, просто, как говорится, чисто ради удовольствия проведем. Мелочь, как говорится, приятно. Вот, разыграем эти полторы тысячи рублей. Вот, пока, значит, да, розничники наши продолжают интересоваться, как скоро у нас выгонится оставшийся ассортимент. Вот, сегодня опять звонили заявочки, давали по луку. Всем я озвучу, что как только культура у нас будет готова к срезке, всех я буду уведомлять, всем буду предлагать, естественно. Мне их, как бы, не держать, хранить. Это не золото и не доллары, чтобы их держать и хранить. Поэтому будем сразу же их срезать, продавать, предлагать. Вот, ну, сейчас у меня вот проблема с вот этим вот застоявшимся луком, который уже космической длины, но он свежий. Ну, еще две коробки у меня стоит срезано уже дня три в отдельном помещении, в котором температура достаточно низкая, то есть плюс 5, плюс 7 градусов уличная. Вот, ну, продадим, я надеюсь, и тот лук, там 20 килограмм. Оптовичок наш куда-то подпропал, не берет трубку, на связь не выходит, ну и бог с ним. Вот такая красота, вот так выглядит красивая грядка с луком. Ну, процент выгона, конечно, здесь не шибкий. Я все-таки думаю, здесь где-то процентов 30-35 максимум. С учетом того, что мы его уже, как бы, начинает он у нас немножко даже перерастать. Но кончиков желтых, ну, вот один, чтобы вы понимали, что такое желтый кончик, это вот такая вот штука. Вот так она выглядит. Сейчас очень хорошо видно по центру экрана. Это уже лук начинает приходить, скажем так, в негодность. Ну, такой он один, и, ну, может быть, не один, тут вот еще парочку кончиков. Ну, на всю грядку я вот вижу, что совсем его практически нету. То есть, на самом деле, это не так страшно. Но это я...